Всем привет! Вы на моем канале ЛиАрт. Мой канал о рисовании и не только. В сегодняшнем видео уроке мы будем рисовать вот такую зиму. Я смешивала синий цвет плюс белила и приступила к закраске неба. Но закрашиваю небо только наполовину, так как другая половина ближе к горизонту будет закрашиваться красным оттенком. Беру красный оттенок, наношу ближе к горизонту и далее беру белый цвет и начинаю тушевать границу между красным и голубым оттенком. После я возьму чистую кисточку и тушую границы между собой. Далее для смягчения самого оттенка красного я взяла белилом и щетинистую кисточку и с помощью круговых движений начала тушевать сами границы между собой. Далее взяла синий оттенок, опять приглушила ему с помощью белил и начинала заполнять полностью до конца половины нашего листа. Это будет наш снег. Чередуя оттенки между собой, где-то я добавляю белый цвет, где-то беру голубой. Далее вдалеке я хочу прорисовать приглушен на нашей елочке. Для этого я беру синий оттенок, смешиваю с белилами и плюс добавляю немножко умбрыженной или темно-коричневого оттенка, чтобы получить некий такой грязно-голубой оттенок, который идеально подойдет для рисования елочек, которые будут находиться вдали. Урок на тему, как рисовать елки, вы найдете ссылку в описании, не поленитесь, откройте и пройдите по ссылке. Пока я с вами говорила, отвлеклась от темы и елочки уже почти готовы, беру щетинистую кисточку и начинаю набивными движениями прорисовывать наши кустарники. Берем белый оттенок и начинаем прорисовывать снег на еле. Так как форма уже была задана, поэтому прорисовать сам снег не составит никакого труда. Далее берем щетинистую кисть и с помощью набивных движений и белой краски мы начинаем прорисовывать снег на самих кустах. Тем же самым оттенком мы проведем с вами линию горизонтально. Далее я взяла ума бужу, но у вас это может быть темно-коричневый оттенок и начинаю прорисовывать сам домик. Так как картина у каждого индивидуальная, то и домик в том числе. Я думаю домик умеет каждый рисовать, тут подробно не надо объяснять как он рисуется. Далее я возьму мастихин, у кого нету, можно воспользоваться пластиковой карточкой или просто взять кисточку и закрасить крышу белым снегом. Маленькая оговорка белым цветом, будем рисовать снег. Далее светлым оттенком, это я смешала коричневый плюс белила, наношу белые линии, это будет наше бревно. Вы это тоже самое можете сделать с абсолютно тоненькой кисточкой, не имеет значения, чем вы делаете мастихином или кисточкой, суть одна. Далее я взяла тоненькую кисточку, у меня это номер один и взяла желтый оттенок и начала с помощью прикладывания самой кисточки с лапашмия рисовать окна. Количество окон вы также рассчитываете, смотря какой у вас дом или смотря сколько вы хотите. В общем, тут все как вы умеете при рисовании домика. Количество окон, дверей и так далее. Но там, где у нас окошки, вы знаете, у нас будет на карнизах лежать снег, поэтому тоже кисточкой сплошмя мы рисуем белые полосы. И не забываем, конечно, про крышу прорисовать маленькие сосульки, но опять же это пожелание. Давайте возьмем коричневый оттенок и нарисуем забор. Знаете, такой деревенский настоящий забор. Как он нарисуется? Очень просто. Если вы видите, я нарисовала палочки вертикально и потом соединила их горизонтальными. Тем самым мы получили сам забор. Голубым оттенком нарисовала дорожку от дома. Далее я взяла белый оттенок и начала линиями штрихами вверх вести, тем самым показывая, что сугроб был раскопан и сама вот эта глубина немножко темнее. И пальчиком немножко тушую такими полукруглыми движениями, чтобы показать, что это сугроб. Надеюсь, с этим все понятно. Я не совсем вас запутала, потому что мне иногда легче показать, чем рассказать про каждое свое действие и движение. Далее я возвращаюсь к забору и рисую снег, аккуратно пририсовывая все на поверхности самого забора. Помним обязательно, что снег лежит наверху, не под забором, а наверху. И не забываем про тень. Берем голубой оттенок и прорисуем от наших палочек тень от самого забора, так как это объем, она всегда будет отражаться. Дальше для прорисовки светотеневого рисунка самих сугробов я взяла светлые оттенки, начала рисовать и вот этим голубым, который мы наносили под забор. Тем самым мы создаем объем. Визуально мы видим то, что где идет затемнение, значит это глубь, где осветление, то есть самый белый участок, это будет наша вершина сугроба. Сам мы создаем некую такую текстуру самого сугроба и тем самым у нас выглядит очень живописно. Около домика я сделала белую линию, показав, что там сугроб. Далее я беру белый оттенок и начинаю рисовать снеговика. Опять же снеговика, я думаю, каждый умеет рисовать. Это три шарика, один побольше, средний и поменьше. При работе с детьми я всегда рекомендую это делать пальчиком, так как сразу обрабатывается светотеневой рисунок и не надо будет дополнительно с этим работать. И детям обычно нравится больше пальчиками рисовать. Если вы не хотите пальчики пачкать, можно взять кисточку, нарисовать и не забывайте, так как снеговик это тот же самый объем и каждый шар он объемный, значит он будет от предыдущего давать тень, значит мы сбоку прорисовываем саму тень. Ну и не забываем, конечно, про морковку. Какой снеговик без самой морковки? Это обязательно делаем. Я возвращаю данному рисунку и проговорю, что я здесь провела границу и немножко осветлила ее. Далее перехожу на переднюю часть самой елки. У меня было задумано, что снеговик будет стоять за елкой, поэтому я нанесла, помните, мы делали оттенок синий плюс белило плюс чуть-чуть коричневого. И сверху я взяла белый оттенок и начала ложить сам снежочек на эту елочку. Так как у нас получается ближе к вечеру, так как у нас видите свет в окне, значит явно это не тень, это уже больше к вечеру. Беру щетинистую кисточку, развожу ее с водой и начинаю брызгать. Это будет наш снежок. Ну и конечно я так увлеклась рисунком, что забыла, что нет трубы. А как в деревенском доме без трубы, мне кажется, там бы все замерзли. Поэтому я взяла кисточку и давай исправлять ситуацию. Нарисовала трубу на крыше, не забыла про снег. Обязательно положить на трубу, так как труба опять же объем. А так как мы с вами говорили, что это вечер, так как у нас огонь горит, соответственно с трубой всегда будет идти дымок, чтобы для согрева. Поэтому мы берем сухую кисточку, берем белый оттенок и сухой кисточками легкими движениями начинаем рисовать дым. И в конце добавляем наш снег. Вот рисунок. На крыше мне показалось снега мало, я решила взять белый оттенок и закрасить крышу полностью. Не забывай о том, что труба это объем и обязательно прорисовать тень. Тень у нас будет падать от трубы. Опять же, если мы рисуем снег, значит снег это объем, значит под снегом будет у нас обязательно тень. От трубы я тень нарисовала. Дальше я перехожу к трубе. Видите, на карнизе я тоже рисую тень от снега. Ну и конечно то же самое сделала на заборе, так как у нас там снег лежал, значит под ним нужно нарисовать светло-голубым оттенком саму тень. И тогда будет смотреться более реалистично. Если данная тема была для вас интересна и этот видео урок вам понравился, не забывайте поддержать пальчиком вверх и подписаться на мой канал. Все, до новых встреч! Пока-пока!